МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Это здорово, что у нас есть такой город. Молодой, красивый, город-атомщиков. И мы гордимся этим городом. Десногорск отметил свой день рождения. Сегодня переполняет чувство волнения, тревоги. Ну и, конечно, глубокой благодарности. На Аллее Славы появились новые портреты. Форму дает вам возможность, ребята, не только быть здоровыми, но и знать, что соревновательный дух в жизни необходим всегда. Финал марафона по баскетболу 3 на 3. Шесть контрактов, подписанных заказчиком до 2040 года. А там флоту нет равных на Северном морском пути. В минувшую субботу Десногорск отметил свой 43-й день рождения. И вот уже десятый раз горожане прошли в праздничной колонии трудовых коллективов. В первую очередь это праздник первостроителей, созидателей, людей, которые первыми приехали на ударную комсомольскую стройку Смоленской АЭС. И, конечно, особое внимание и почет были обращены именно к ним. Я здесь 78-го года. Еще не было города и вообще ничего не было. Ни водоема, ни станции, ничего. Мы строили все здесь с самого нуля, с самого начала. Народу здесь повернулась мать мущая. Это была ударная комсомольская всесоюзная стройка. Со всего союза народ был разный. И мы здесь создавали новые структуры прямо вот с пустого места, с нуля. День города традиционно является одним из самых любимых праздников. Его ждут и готовятся. Мы по праву гордимся историей нашего города. И, конечно, молодое поколение Десногорска делает все, чтобы ее сохранить и перенять опыт у первостроителей. В этот день за активное участие в жизни Атомграда 11 членов Молодежного совета из рук главы города Андрея Шубина и директора Смоленской АЭС Павла Лубенского получили удостоверение и значки «Гражданин страны Росатом». Это здорово, что у нас есть такой город. Молодой, красивый, город-атомщик. И мы гордимся этим городом. Это здорово, что мы можем праздновать, у нас есть возможность праздновать день города. И мы сегодня все участники этого праздника. Сколько традиций в городе хороших, добрых, важных. Это говорит о том, что мы все это сохраняем, приумножаем. При поддержке атомной отрасли в городе Атомщиков реализуются десятки социально значимых проектов по благоустройству городской среды, повышению качества образования, развитию спорта и культуры. Успешно действуют программы «Школа Росатома» и «Территория культуры Росатома». Город растет и процветает. Праздничные мероприятия длились до позднего вечера. Разнообразные конкурсы, ярмарки, аттракционы для детей и неизменно хорошее настроение. Свои яркие музыкальные таланты десногорцам дарили коллективы художественной самодеятельности сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации «Смоленской АЭС», городского центра «Тосуга» и музыкальной группы из «Смоленска». Завершился день города впечатляющим по своей красоте и масштабности праздничным салютом. В понедельник, 11 сентября, 34-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», при проезде пешеходного перехода не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Авария произошла вечером в районе 18.30. В результате происшествия мотоциклист был госпитализирован в медико-санитарную часть Десногорска в тяжелом состоянии. Других пострадавших нет. Наш город еще молод, но несмотря на это в Десногорске уже есть свои традиции. Одна из них – ежегодное обновление доски почета, которое проходит всегда в день города. Этим почетным правом награждаются люди разных профессий, лучшие представители организаций, предприятий и учреждений города. Сегодня мы чествуем людей, достигших высоких результатов в работе, тех, кто внес весомый вклад в развитие и процветание нашего города. У всех у вас золотые руки и волевой характер. За вашими достижениями стоят годы кропотливого труда. Каждый из вас – это гордость и достояние города. Ваши результаты являются примером для нашего молодого поколения. Вы показываете, как нужно идти по жизни и добиваться высоких результатов. Еще в 2006 году решением городского совета о присвоении звания почетный гражданин города Десногорск на доску почета на Аллее Славы были занесены 18 имен. Их портреты неизменно напоминают нам о том, что процветание города в наших руках и стремиться к этому должен каждый. Десногорск самый молодой и самый красивый не только у нас в Смоленщине. Я уверен, Павел Алексеевич, Андрей Николаевич, мы сделаем все возможное, чтобы наш город процветал. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, успехов. С праздником! В этом году в летопись трудовой славы города занесены имена еще 12 десногорцев. Это транспортники, медики, педагоги и заслуженные работники 12 организаций. В их числе ветеран атомной энергетики и промышленности, председатель Совета ветеранов Смоленской АЭС Раиса Злокоманова. Под ее руководством вот уже более 10 лет ветеранская организация атомной станции является одной из лучших в отрасли. Сегодня вот переполняет такое чувство волнения, тревоги, ну и, конечно, глубокой благодарности к Смоленской атомной станции. Ведь эта Смоленская атомная станция выдвинула меня вот на такую почетную доску почета города. Огромное всем спасибо. И в том числе и администрации города, и вообще всем людям, которые неравнодушны к нашему замечательному городу. И желаю процветания всей атомной энергетики. На Аллее Славы появились новые портреты людей, которые своим трудом внесли огромный вклад в развитие нашего города. В следующем году это будут новые лица и новые герои. И возможность стать одним из них есть у каждого. 8 сентября в Десногорске финишировал баскетбольный марафон среди юношей и девушек, проходивший в летний период во всех муниципальных образованиях Смоленской области в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» под эгидой концерна «Росэнергоатом» Смоленской АЭС Центра спортивной подготовки баскетболистов «Динамо Росатом» при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Замечательная инициатива концерта «Росатом», которую поддержало региональное отделение политической партии «Единая Россия» в лице секретаря Игоря Васильевича Якова. Хочется сказать, что спорт дает вам возможность, ребята, не только быть здоровыми, но и знать, что соревновательный дух в жизни необходим всегда, но при этом вы учитесь быть единой командой. Баскетбольный марафон «Три на три» стартовал в регионе в начале лета. Он проходил в рамках проекта «Детский спорт». Игры прошли почти во всех районах области. Всего в марафоне приняли участие более 1600 школьников, свыше 600 детских команд. Детский спорт, и в частности баскетбол, начинался именно с Десногорска. Это связь партии «Единая Россия» с концерном «Росэнергоатом». Нет ни в одной области, мы этим гордимся, вот такого обширного охвата сегодня и детей, и населения соревнования по баскетболу. На финал баскетбольного марафона в Десногорск приехали 64 команды из 23 районов и городов области. Юноши и девушки соревновались в двух возрастных группах 2004-2005 года рождения и 2002-2003. Игры проходили на двух площадках. Несмотря на свой юный возраст, школьники показали интересную игру с точными передачами и дальними бросками, обводками и дриблингом. В результате напряженной борьбы победителями первого сезона стали команды из Десногорска, сборная четвертой школы, «Динамо» и «Бейбики», а также из городов Смоленск и Вязьма, Ельнинского и Смоленского районов. «Мы провели хорошее мероприятие. Мы привлекли внимание на местах к вопросам оздоровления населения системно. Мы сегодня презентуем баскетбольный марафон 4.4, который у нас будет идти с октября по апрель месяц. И который, я уже думаю, теперь все муниципальные образования в нем будут участвовать. И в котором будут участвовать не просто муниципальные образования, а все образовательные школы». Этот марафон стал одним из самых массовых спортивных мероприятий. Предстоящий сезон обещает стать еще более масштабным. Организаторы планируют дни баскетбола, семинары и мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и знаменитых тренеров. Первоочередная задача подобных мероприятий – это здоровье нации и воспитание молодого поколения. Второй летний марафон запустится в мае следующего года. Ровно 40 лет назад ледокол «Арктика» стал первым в мире надводным кораблем, достигшим Северного полюса. Тогда этот поход сравнивали с полетом в космос. Сегодня проход через двухметровую толщу льдов к точке пересечения меридианов для кораблей Атомного ледокольного флота России – уникальный туристический маршрут. В последний раз из Мурманска до Северного полюса дошли за рекордные 79 часов. Рекорд я не стал так говорить, но пришли быстрее, чем обычно. Это возможности нас и нашей страны. Возможности Атомного ледокольного флота позволяют расширить круг решаемых им задач. Сегодня это уже не только проводка судов по Северному морскому пути, но и оказание полного комплекса портовых услуг. В частности, в Сабетте на полуострове Ямал, где строится один из крупнейших заводов по производству сжиженного газа, будут работать специальные буксиры ледового класса. Два из них – Ур и Тамбей – уже выполняют свои функции. В течение следующих полутора лет к ним должны присоединиться еще три корабля. Вместе они будут обеспечивать заход в порт судов-газовозов каждые 39 часов. Такая периодичность связана с объемом перевозок. После запуска завода на полную мощность около 17 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно будут доставляться в Европу и Азию по Северному морскому пути при непосредственном участии Атомфлота. У нас шесть контрактов, подписанных с заказчиком до 2040 года. Но мы точно должны решать ряд задач, которые стоят перед нами. В первую очередь для того, чтобы наша углеводородная продукция, затем следующим этапом и вся другая получила прямой доступ на рынки Тихого океана. Задача почти десятикратного увеличения грузопотока по Северному морскому пути ляжет на плечи кораблей третьего поколения. Атомный ледокол «Арктика» уже спущен на воду. Его брат-близнец Сибирь готовится к спуску в конце сентября, а еще через год к ним присоединится Урал. С прицелом на будущее специалисты «Росатома» уже заканчивают техническое проектирование ледокола «Лидер» со 120-мегаваттной ядерной установкой на борту. Он сможет ломать льды толщиной свыше 4 метров и обеспечивать круглогодичную работу в высоких широтах Арктики, а не только на Северном морском пути. Редактор субтитров А.Семкин